Сегодня мы будем готовить блюдо татарской кухни. Блюдо настолько вкусное, что вот я как первый раз его попробовала, так оно мне настолько полюбилось, что я его стала готовить. Мы сегодня готовим азу по-татарски. Для приготовления азу нам нужно мясо, картошка, соленые огурцы, лук, томатная паста, специи, соль и зелень. Первое, с чего я начинаю, это с приготовления картошки. Картошку нам нужно будет нарезать такими крупными брусочками. Можно нарезать так, как картошку фри. И соотношение, разу вам скажу, что у меня соотношение мяса и картошки где-то 1 к 2. Итак, мы приступаем к картошке. Картошку, вот нарезанную такой соломкой, как на картошку фри, я залила холодной водой и поставлю в холодильник. Пока я буду делать нарезку всего остального, жарить, картошка у меня поставит в холодильнике, чтобы вышел лучше крахмал. Мясо, здесь у меня полкилограмма говядины, я нарежу тоненькими полосочками. Лук нарезаем полукольцами или четверть кольцами, как больше вам нравится. Отрезаем пополам. Я обычно нарезаю четверть кольцами и тоненько так нарезаю. Огурцы я тоже нарежу такой продольной тоненькой соломкой. Я заготовила две сковородки и кастрюльку. Что я теперь делаю? Я протушу огурцы. Огурцы, кстати, лучше всего брать квашеной. Ну, здесь, видите, воды у меня буквально 2 столовые ложки воды. Сюда забрасываю огурцы. Так как у меня электроплита, они 5 минут прокипят, а потом будут стоять под закрытой крышкой. Разогреваю сковородки, ставлю максимальный огонь. Налью растительное масло и обжарю мясо и лук. Чтобы получить хорошую такую прижаристую корочку с мяса, видите, я мясо даже выложила на бумажные полотенца. И когда оно будет обжариваться сухим, будет лучше образовываться эта корочка. Забрасываем мясо и неспешим его переворачивать, чтобы оно схватилось корочкой. Лук я жарю на большом огне, на максимальном, минут 5. Вот так вот периодически его встряхиваю. Ну, главное следить, чтобы он не подгорел. Огурцы я уже выключила. 5 минут они прокипели, я уже выключила. Мясо мы обжариваем до тех пор, пока не выйдет вся жидкость. Мясо обжарили. И теперь все переносим в кастрюлю. Обжаренное мясо и лук. Заливаю мясо кипятком. Ну, так, чтобы вода покрыла мясо. И добавляю такую полную, хорошую столовую ложку томатной пасты. Накрою мясо крышкой и поставлю тушиться, ну, где-то минут на 40. Можно даже еще чуть-чуть добавить. Ну, максимум 2 столовые ложки. Пока мясо тушится, мы займемся картошкой. Картошка постояла это время в холодильнике. Видите, даже вода такая стала прозрачной, то есть крахмал осел. Что я сейчас сделаю? Я ее процежу на друшляк и высушу на полотенце. Картошку, чтобы получить такую прижаристую корочку, мы тоже забросим в сковородку, которая хорошо разогрета, на которой хорошо разогрета растительное масло. Поэтому я вот ставлю максимальный огонь, хорошо прогреваю масло и заброшу туда уже эту сухую картошку. Картошку периодически встряхиваем и готовим практически до полной готовности. Мясо полчаса протушилось. Добавляем лавровый листочек и добавляем огурцы. Солим, перчим по вкусу и еще оставляем протушиться минут на 5. Вы уже когда добавили огурцы, соль, перец, кориандр, я рекомендую попробовать соус, потому что иногда хочется добавить сахар, так получается более насыщенный вкус. Вот я, например, еще добавлю пол чайной ложечки сахара, чтобы был такой более богатый и насыщенный вкус. Суммарно мясо у нас 40 минут протушилось. И теперь добавляем картошку. Она у нас практически готова. Размешиваем и еще где-то минут 5 проварим уже с картошкой. В самом конце мы добавляем мелко нарезанный чеснок и выключаем. Азу готова. Суммарно готовилось 45 минут. То есть 30 минут, как я говорила, мясо протушивалось, потом я добавила огурчики, потом картошку. Ну, суммарно 45 минут. Ну, все, видите, протушено, все готово. Картошечка готова. Смотрится красиво. Ну, сверху можно присыпать зеленью. Будет очень-очень даже и красиво, и вкусно. Я поделилась с вами, как я готовлю азу. Нам оно нравится, блюдо очень вкусное. Так что и вы готовьте и получайте удовольствие. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»